Игромания. Возможно, лучший канал в мире. Игромания. Вместе с публичными чатами Viber. Презентация четвертого Fallout'а, которую Bethesda по секрету показывала на выставке Gamescom, утекла в интернет. Сцены игрового процесса, снятые, судя по всему, на утюг, спрятанный под мышкой у кого-то из посетителей, мгновенно распространились по интернету. И, конечно же, игроки ринулись их смотреть. Bethesda тут же начала прикрывать доступ к роликам на онлайновых хостингах. Кто-то, например, как YouTube, удалял видео быстро, другие — чуть медленнее. И, что самое интересное, дольше всех продержался весьма и весьма нестандартный видеохостинг. Pornhub. Ролик с презентацией был выложен на него под оригинальным названием «Скрытая камера показывает, как мужчина в трико и с большой задницей дразнит аудиторию». Попавшее на сайт для взрослых видео посмотрели почти 300 тысяч человек. Оно пролежало там несколько дней, после чего, увы, было удалено по требованию правообладателя. Интересно, где ролик всплывет в следующий раз? В свете недавнего допингового скандала с лекарством Adderoll, Лига электронного спорта ESL запретила на киберспортивных состязаниях целый ряд веществ. Что любопытно, запретный список был целиком позаимствован у мирового антидопингового агентства. И теперь киберспортсменов будут тестировать не только на стимуляторы, но и на анаболические стероиды, а также на всякие гормоны и диуретики. Под строгий запрет попала и марихуана, хотя уж ее-то едва ли можно назвать средством, способным улучшить результаты в Counter-Strike. За использование запретных веществ ESL может отобрать очки и вычесть штрафы из призовых денег, а еще дисквалифицировать спортсмена на срок до двух лет. Ну а юмор ситуации в том, что в списке допингов не оказалось лекарства для концентрации внимания Эддерол, из-за которого пару недель назад весь сырбор и разгорелся. Так что использовать его киберспортсмены могут и дальше с одним ограничением. Им нужно будет предъявлять справку от врача. Самый крупный скандал в игровой индустрии на прошедшей неделе разгорелся вокруг третьего Ведьмака, к которому разработчики выпустили ModKit — инструмент для создания модификаций. С его помощью можно заменять игровые текстуры, подменять модели, а также играться с параметрами предметов и оружия. И все бы вроде хорошо, но проблема в том, что игроки ожидали от студии CD Projekt Red много большего, а именно полноценный игровой редактор, вроде комплекта Red Kit для второго Ведьмака. Разработчики обещали полноценный редактор в прошлогодних интервью, но, никого не предупредив о смене концепции, выпустили нечто совершенно иное, с весьма худшими возможностями. Оставался еще шанс, что ModKit — промежуточный продукт, а редактор выйдет позже, но разработчики сообщили, что не планируют больше ничего выпускать. Неудивительно, что игроки, столько ждавшие обещанного, почувствовали себя обмануты. В след за YouTube компания Twitch делится статистикой по самым популярным играм для трансляций на сервисе. Список игр, превзошедших по числу просмотров все прочее, оказался во многом предсказуемый. League of Legends, Counter-Strike, Dota 2, Hearthstone, автофутбольная Rocket League и так далее. Однако в двадцатке лучших оказались и неожиданные проекты. Во-первых, Path of Exile — кто бы мог подумать, что это топовая игра. Второй сюрприз — StarCraft II — Heart of the Swarm. Конечно, до нынешней популярности жанра моба классической стратегии далеко, но оказывается, в нее до сих пор играют активно и массово. Студия Cloudhead изобрела новую систему передвижения в виртуальной реальности, предупреждающую опасность развития морской болезни. Это одна из главных проблем в VR. Визуальное перемещение в пространстве, которое не отслеживается органами равновесия, может вызвать тошноту. Если бегать по комнате, можно наткнуться на диван или разбить вазу. А тренажеры ходьбы — они дорогие и ненадежные. Для своей игры The Gallery — Six Elements разработчики придумали систему, в которой игрок просто перепрыгивает на указанное им место за короткий период моргания. Называется эта концепция Blink, и движение в ней отсутствует вообще, только телепортация. Вдобавок, в игре отслеживается безопасное пространство, в пределах которого игрок может ходить в реальном мире. То есть, если подойти опасно близко к дивану, граница будет подсвечена. Вот такой принцип. В близких пределах игрок ходит сам, а на расстояние больше метра двух перескакивает. Capcom анонсировала ремейк второй части Resident Evil. Слухи об этом ходили уже давно, при том, по меньшей мере, часть этих слухов пустила сама Capcom, рассказывая о неких внутренних обсуждениях. Игра теперь официально находится в разработке, и она будет сильно отличаться от ремастированной версии Resident Evil Zero. Там просто обновленная версия, а здесь полноценный ремейк. Возможно, на идею сделать легендарную игру заново, разработчиков натолкнул недавний анонс новой седьмой Final Fantasy от Square Enix. И тот восторг, с которым этот анонс восприняли игроки. В любом случае, проект пока на ранней стадии разработки. Показать Capcom еще нечего, и разработчики говорят, что следующая порция новостей о ремейке Resident Evil 2 будет не скоро. Фестиваль PlayStation Experience переехал из Лас-Вегаса в Калифорнию и пройдет в начале декабря в выставочном центре Сан-Франциско. Аналитики SuperData объявили, что карточная игра Hearthstone ежемесячно приносит Blizzard 20 миллионов долларов. При этом объемы прибыли мобильной версии растут стремительно, и они уже обогнали объемы прибыли компьютерной. Студия Larian анонсировала вторую часть Divinity Original Sin. Собирать средства на создание игры разработчики будут на Kickstarter. На сайте Blizzard обнаружилась вакансия для арт-директора для неанонсированного проекта во вселенной Diablo. После коммерческого провала, профинансированной через Kickstarter игры Wolf the Red Hood Diaries, закрылась создавшая ее бельгийская студия Green. Студия Niantic Labs, разработчик игры с технологией дополненной реальности Ingress, покинула Google и стала независимой. Пользователям PlayStation 4 обещана поддержка трансляций на YouTube и клипов для Twitter. Новая прошивка 3.0.0 уже тестируется. Игрок под именем Hexcalibur, любитель конструировать космические корабли в игре Kerbal Space Program, выложил подборку скриншотов и анимаций со своими творениями. Объединяет их одно — все они спроектированы по фотошопленным самолетным фотографиям. Те, кто ради шутки редактировал снимки, вряд ли могли себе представить, что их работа станет источником вдохновения для звездного конструктора. Но ведь стало. И самое удивительное, все виртуальные воплощения смешных самолетов отлично летают. Может, конечно, «отлично» — это слишком сильно сказано, но они хотя бы поднимаются в воздух и падают после этого не сразу. Художник Гленатрон воссоздал и выложил на сервисе Sketchfab игровую сцену из Alien Isolation. Аманда Рипли, разобравшись со взбезившимся дроидом, вот-вот наткнется на чужого. Но в исполнении художника зловещая сцена стала милой и трогательной. Только посмотрите на эти мордочки на огромных головах. Кроме того, посмотрите, рядом с Рипли настенный терминал. А это значит, что даже пришелец ей не сражен. Она ведь только что сохранилась. Аниматоры с канала Winglet на неделе расстарались и сделали превосходный мультфильм о приключениях солдата и разведчика команды Blue в австралийской глубинке. Там, как известно, обитают одни лишь снайперы, и чтобы их разозлить, много не нужно, достаточно обругать местное пиво. Все начинается как классическая барная драка, но вскоре батальная сцена превращается в нечто совершенно иное. Неудачливых путешественников ждет встреча с австралийским королем снайперов, близкое общение с Диким Хэви и безумная погоня в стиле того же Безумного Макса. Где, спрашивается, в качестве оружия ближнего боя будет использоваться живой крокодил? Только здесь, в Дикой Австралии. Иногда вклад в культуру видеоигр делают сами разработчики. Студия Plarium, например, скучая по третьему Half-Life, соорудила под крышей гаража вот такого красавца. Метровый барнакл свисает с бетонного потолка. Красавец этот сделан из стеклоткани и весит 15 килограмм. Языка у него нет, чтобы он не цеплял зря автомобили и велосипедистов. А если пришелец будет безобразничать, рядом найдется лучшее средство для борьбы с барнаклами. И снова у нас рубрика «Как победить босса Dark Souls с подвыпад верта». Игрок Джуби Бирзли одолел двойного босса Орнштейна Драконоборца и Палача Смоуга, управляя своим персонажем исключительно голосовыми командами. Вперед, назад, вправо, влево, перекат, удар, пить зелье. За кажущимся спокойствием, размеренно отдающего команды игрока, скрывается колоссальное напряжение. Персонаж много раз оказывается на краю погибели, и одна лишь неверная команда может означать гейм-овер. Особая пикантность ситуации в том, что голосовые команды обрабатываются с неизбежной задержкой, так что приходится просчитывать ситуацию наперед. И только когда Смоук валится на земь, можно дать волю чувствам и признаться, что победе предшествовало более 110 неудачных попыток. Умельцы с канала Битдаун Буги, оказывается, уважают не только игры от Нинтендо, но и фильмы про Дикий Запад. Они пересняли легенду о Зельде в стиле классического спагетти-вестерна. Ну, знаете, такого, где играет музыка Марикоан, а Клинт Иствуд хмуро буравит всех своим фирменным взглядом из-под лобья. Только вместо ковбоев тут ушастые жители волшебного королевства, а после напевов магической окарины времени начинаются далеко не магические перестрелки в жаркий полдень. Аниматоры с канала FIFA 11 Videos позаимствовали из той же FIFA модель Криштиану Роналду и скрестили с пятой Grand Theft Auto. Виртуальный футболист, попав в Лос-Сантос, оторвался на полную катушку, посещал злачные места, нарушал все правила приличия и рассекал по городу на дорогих машинах. А вместе с Роналду его верный мяч. Казалось бы, штука безобидная, но в умелых руках, точнее ногах, даже мяч может стать опасным оружием. И снова в нашей рубрике плодовитый конструктор Зази Номбис. Его лего-творение становится все крупнее, оставаясь, впрочем, в рамках второй части Team Fortress. На этот раз он сделал раздатчик-диспенсер, ценный источник здоровья боеприпасов и металлолома. Высота его больше метра, вес под 15 килограммов, а количество израсходованных деталей, по большей части красных и серых, более 9 тысяч. И снова в рубрике игровой культуры подборка лучших игровых клипов недели. Конусообразные шлемы в Bloodborne — штука хорошая, только на лестницах они доставляют некоторые неудобства. Авария в Project Cars может привести к самым непредсказуемым последствиям. Например, отправить неудачливого шофера вместе с машиной на дальнюю орбиту — геостационарным спутником. Обычная мотоциклетная авария в пятой Grand Theft Auto привела к ужасающим последствиям. Одна машина за другую, один пожар за другим. Взрывы на дороге не прекращались добрые пять минут. На этом все. Играйте только в лучшие. На этом все. Смотрите только... Играй. Смотрите, слушайте. Только лучше. Ешьте только вкусное. Пейте только крепкое. Извиняюсь, глава не работает. Редактор субтитров А.Семкин